Балалайка По словам Алексея, Балалайка отнюдь не женский инструмент. Дело в том, что игра на ней требует больших физических затрат, что под силу только мужской руки. Играть довольно-таки трудно, считайте, если постоянно. Ну, во-первых, у нас гриф шире, постоянно приходится давить на струны. Правой рукой тоже довольно-таки большая амплитуда. Не всякая девушка это сможет сделать. У простого трехструнного инструмента непростая история, рассказывает Алексей. В 17 веке это был неотъемлемый атрибут ярмарочных гуляний. Каждый мастер делал инструмент на свой лад. Поэтому они сильно различались и по форме, и по строю. Круглые, треугольные, трапециевидные, с количеством струн от двух до пяти. Но к середине 17 века народные инструменты угодили ни много ни мало под государственный запрет. Тогда православная церковь была против скоморохов и проявлений народного инструментального искусства. Забвение длилось почти два столетия. И в 19 веке Василий Андреев решил восстановить исконно русские инструменты. Он восстановил дом, восстановил балалайку, создал великорусский оркестр. Эти инструменты стали ближе к академическим. Исполнительство на них поднялось на достаточно высокий профессиональный уровень. Самому Алексею, несмотря на возможность играть на балалайке все, от классики до рок-н-ролла, по душе народные мотивы. Залихватские мелодии нескучно исполнять, говорит музыкант. Екатерина Леонова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.